Приветствую вас, давайте мы сначала ответим на ваши вопросы, которые у вас есть, вот, потому что все-таки вы пришли сюда именно для того, чтобы получить ответы на вопросы, которые вас волнуют. А потом, после, после этого, после того, как я дам вам ответы на вопросы, на ваши, я прокомментирую, я прокомментирую то, что вы написали в целом. Значит, вопрос, сможете ли вы вернуть человека? Скорее всего, сможете. Скорее всего, сможете, потому что, ну вот, в данном случае, мужчина, он на самом деле нуждается в вас, а также сильно, как и вы нуждается в нем. То есть, это не похоже на правду, но это так, вот. Потому что, совершенно неспроста, совершенно неспроста человек с вами, ну, взаимодействует именно так, как взаимодействует, да. То есть, совершенно неспроста это происходит. И можете, можете мне поверить, как специалисту в области психологии, да, что он нуждается в вас. Он нуждается в вас так же, как, в общем-то, вы нуждается в нем. Вот. Он вам нуждается. Это правда. Это правда. Это правда, это так, и я думаю, что вы его вернете. Вот. Ну, обязательно, вы его вернете. Только мне представляется, что, вот, с помощью ПВО сейчас делают мужчину, да, он пытается вас сломать. То есть, он увидел, что вы никогда не захотели ему подчиняться, он увидел, что вы не пожелали ему подчиняться. Вот. И, соответственно, он теперь хочет вас сломать. То есть, хочет сделать так, чтобы вы приняли, допустим, все его условия, которые он вам сейчас поставит. Вот. Все условия, которые сейчас он вам выдвинет. Вот. И, когда вы, как следует, помучаетесь, он вернется к вам. То есть, вот, вы будете его упрашивать, будете его упрашивать, упрашивать, он обязательно к вам вернется. Ну, а еще раз повторяю, да, на своих условиях. То есть, на условиях, которые он поздает. И, скорее всего, условия будут, ну, еще более, еще жесткие, чем те, которые у вас были до сих пор. Дальше. А, нет. Зачем человек, уходя, говорит, что теперь все у тебя будет плохо? Как это понимать? Ну, а здесь, на самом деле, несколько, такая двоякая история. А, с одной стороны, человек это делает для того, чтобы вы увидели, как без него вам будет плохо. Чтобы вы увидели, как без него вам будет тяжело. Чтобы вы увидели, что без него вы, ну, например, не справитесь. Что без него вы не сможете что-то делать. Что без него вы не сможете жить нормальной жизнью. И тем самым это будет мотивировать вас на то, чтобы вы пытались его вернуть. То есть, это как бы такой вот способ, может быть, привязать вас к себе или доказать, что без него вы никто, например. С одной стороны. А с другой стороны. С другой стороны. С другой стороны. С другой стороны. Мужчина, он, он таким образом пытается, хочет повысить свою ценность в ваших глазах. То есть он хочет, чтобы вы, может быть, больше ценили его, чтобы вы, может быть, видели, насколько он важен. То есть для мужчины, для него самого подтвердить свою ценность, подтвердить свою значимость для вас, очень-очень нужное и важное дело. Потому что без этого, вероятно, человек будет чувствовать себя хуже. Это, наверное, говорит для того, чтобы реализовать какие-то свои цели, какие-то свои желания. Дальше, значит, ну вы пишете еще, как понять человека, да. Да, человека можно понять так, что он нашел своего, как он думает, идеального партнера. То есть вы на самом деле для него идеальный партнер. В том смысле, что, учитывая его характер, учитывая его, значит, ну, какие-то вот особенности, да, такие, как, например, склонность к, ну, контролю, к управлению и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы для него идеальный партнер, в том смысле, что вы подчиняетесь, вы подчиняетесь, вы делаете все, как он говорит, ну, и, возможно, ему с вами просто комфортно. Еще раз повторюсь, что насколько вы нуждаетесь в мужчине, да, насколько вы в нем нуждаетесь, настолько и он, скорее всего, в вас нуждается тоже. То есть это нужно понимать, только он это, он это не показывает, значит, в силу своих особенностей, в силу своих особенностей, вот, он не показывает, потому что, ну, не хочет, не хочет он это показывать, вот. Вот, ему это, ну, может быть, будет неприятно, может быть, он почувствует себя таким образом более слабым, вот. То есть здесь, конечно, можно только, только гадать, но факт остается фактом, да, что человек, он вот в данном случае нуждается в вас так же сильно, как и вы в нем, ну, ну, просто потому что у вас отношения не совсем здоровые, вот, у вас отношения не совсем здоровые, ну, в том смысле, что созависимые, да, то есть можете вот в интернете прочитать, почитать про треугольник Карпмана, вот, и вы, я думаю, сами все поймете и сами все увидите. Вот, то есть, что такое треугольник Карпмана, как он работает, из чего он, соответственно, что состоит, и так далее. То есть это вы, вот, это вы увидите железно, это вы увидите железно, и, соответственно, это даст вам возможность лучше понимать, что у вас сейчас происходит. Вот, то есть, по сути, по сути, по сути дела, ваш мужчина, он стремится только к одному, да, к тому, чтобы вас подчинить. То есть полный контроль, это то, чего он хочет. Полный контроль, это то, что ему нужно. Вот, не потому что он плохой, да, не потому что он плохой, он может быть и неплохой сам по себе, да, он может быть и плохой. Но, по-другому он не умеет. По-другому он не умеет, да. То есть, ээээ... По-другому у него не получи, они получи, они получают. По-другому он, он не способен взаимодействовать с эээ... Ну, возможно, с любимыми людьми, да, вот с теми, кто его любит, он по-другому взаимодействовать просто не способен. Вот. И это нужно понимать, это нужно понимать просто. В этом нет ничего плохого или дурного, это просто нужно понимать. Ну, нужно понимать, что это вот примерно, ну, такая история. Примерно такая история. Ну, вот. Дальше. Дальше. Теперь я, когда мы, надеюсь, прояснили с вами эти моменты, да, как понять человека, теперь я хотел бы заострить ваше внимание на то, значит, что касается непосредственно вас, потому что это важно, вот, а сами вы, в общем-то, никак на это внимание не обращаетесь. Ну, то есть, сами вы о себе практически не говорите, а это, на самом деле, очень, такой, очень тревожный знак, да, то есть, вы пытаетесь понять человека, вы хотите понять человека, вот, тогда как вам в большей степени стремиться, ну, на понимание себя. Ну, опять же, такое часто бывает в созависимых отношениях, вы можете почитать, что такое созависимость, изучить тему созависимости в интернете, вот, и после уже, в принципе, можно будет с вами поработать над этой темой, да, то есть, ну, чтобы избавить вас от созависимости, чтобы избавить вас от нее, вот, если, конечно, вы этого сами, сами хотите. Чтобы помочь вам, вам можно и нужно, это в наших, в принципе, силах. Значит, познакомились, и человек взял меня под опеку для такую нежную и добрую, для такую нежную и добрую, но в то же время контролировал каждый мой шаг. Так, познакомились, и человек взял меня под опеку. Аноним. Вас это не насторожило, что, как только вы познакомились, человек сразу взял вас под опеку. И вообще, что, значит, взял под опеку? Вы ребенок, что ли, или как? А по поводу чего вы, по поводу чего вы познакомились, собственно наговора, как вы познакомились, что вас объединяет, что вас общего. Дальше, значит, в то же время контролировал каждый мой шаг. Так, давайте определим, что для вас, значит, нежная и добрая опеку. Вот конкретно для вас, что это значит, что это вам дает? Что для вас значит тот факт, что он контролировал каждый ваш шаг? Что это вам дает? Какие чувства вы испытываете? Этого человека можно назвать ментором для меня. Хорошо. Мы назовем этого человека ментором. Для вас пусть это будет так, но как вы сами к этому относитесь? То есть считаете ли вы что это нормально, адекватно или нет? Так продолжалось время, мне помогали покупать одежды, продукты, они говорили, как говорить, что делать, ну тотальный контроль. А как вы сами к этому относитесь? Я ведь в тот период была в очень подавленном состоянии и радовалась только тогда, когда слышал голос этого человека. То есть сами со своим подавленным депрессивным состоянием вы не боролись, сами со своим подавленным депрессивным состоянием вы не справлялись, вы не обратились к врачу, вы не обратились к друзьям, вы не обратились к собственным ресурсам, вы не обратились к своим родным. Вы решили обратиться к этому человеку, то есть, по сути, взяли и переложили ответственность на него за свои проблемы. Я вас не обвиняю, я вас не обвиняю, я просто хочу, чтобы вы увидели, как обстоят дела здесь, здесь и сейчас с вами. Я хочу, чтобы вы увидели, как обстоят дела, я хочу, чтобы вы, может быть, поняли, какой расклад происходит сейчас. Да, то есть, если вы не желаете, не хотите брать ответственность на себя за, допустим, свою жизнь, свои проблемы, вот, если вы не хотите этого, если вы не берете ответственность за, допустим, ну, за себя, за себя, вот, если вы не берете ответственность за свою жизнь, то возникает вот такая вот история, возникает вот такая ситуация, возникает вот такая форма отношений, что человек, да, по сути, полностью берет это ответственность за вас, но взамен он что-то требует. Вот, вам нужно определить для себя, чего вы хотите, знаете, вам нужно определить для себя, каких отношений вы хотите, понимаете, потому что вот на данный момент, на данный момент у меня сложилось такое впечатление, что вы, значит, как бы хотите, чтобы за вас решали ваши проблемы, но не хотите за это платить, то есть вы хотите свободы, но не хотите брать ответственность. И я бы не сказал, что дело здесь именно в том, что у вас подавленное состояние. Подавленное состояние это скорее оправдание, ведь в это подавленное состояние вы вошли, ведь к этому подавленному состоянию вы пришли, понимаете? Вы пришли к этому подавленному состоянию, ну, скорее всего, сами, скорее всего, самостоятельно. То есть, какие-то действия, какие-то действия, поступки ваши привели вас к этому состоянию, в это состояние, понимаете? И очень важно понять, почему вы оказались в этом состоянии подавленным, вот, и взяли на себя личную ответственность за это. Вот, да, я буду повторять это слово, да, личную ответственность, возможно, еще не один раз. Вот, дальше, я радовалась только тогда, когда слышала голос этого человека, это и есть зависимость, потому что вас саму, само по себе ничего и никто не радует. А как же друзья, а как же работа, как же родные, как же близкие, непонятно. Все свои депрессивные состояния, все свои страхи, я рассказывала только этому человеку. Опять же, этот человек не терапевт, не психолог, не психиатр, не психотерапевт. Этот человек ваш мужчина, он не может играть роли психотерапевта. Но, рассказывая ему эти вещи, вы, по сути, еще больше способствовали тому, что он вас контролирует. То есть, для чего вы это делали? Почему вы выбрали именно этого человека в качестве объекта для своих рассказов? Мы ругались только по этим вопросам. По каким вопросам? Как раз, когда мы ругались, человек говорил, мне все это надоело, надоело тащить тебя из болота, я ухожу, больше не позвоню, у тебя и твои СМИ начнутся неприятности, всякого рода плохие события. Это манипуляция. Да, то есть, человек манипулирует вам. Потом мы быстро мирились и все снова забывал. Но проблема оставалась, которую вы не хотели решать. Потому что боялись. Боялись потерять человека, а вместе с ним и то, что он вам дает. И не желали при этом сами стремиться к тому, что давал или дает вам этот мужчина. Недели назад мы все очень поругались, причем уже не выдержал. Я и в порыве крика сказал, что мне все это уже надоело, я так больше не могу. А что именно надоело, как не можете, непонятно. Вот на протяжении недели я умоляю возобновить наши отношения, но в ответ мне холодно 5-10 минут телефонного разговора, как дела. Скажите, вы считаете это нормально, что вы умоляете, унижаетесь перед мужчиной, значит, желая вернуть отношения? Вы считаете это нормальным? Все мои попытки упростить и умолить ничем не заканчиваются. Вы считаете это нормально, что вы упрашиваете и умоляете? Вы считаете, что попытки должны чем-то закончиться? Как вы думаете, мужчина уважает вас за такое поведение? Как вы думаете, мужчина ценит вас за такое поведение? Ты взял трубку одно и то же, давай прервем отношения вместе на два, напомню, теперь все у тебя будет рушиться. Это манипуляция. В мои чувства я очень привыкла к этому человеку, да и состояние у меня нестабильного, неприятности. Ну так давайте справляться с неприятностями. А если вы к нему привыкли, да, то это привычка, это не любовь. Но человек не вещь, человек не вещь, знаете, к человеку нельзя привыкать. Вы либо любите человека и стараетесь сделать его счастливым, и тогда это здоровые отношения. Либо вы нуждаетесь в чем-то в этом человеке, и тогда эти отношения уже не здоровые, какие вот, например, получается, к сожалению, у вас. Вот и все. Поэтому то, что вы к нему привыкли, да, это лишь говорит о том, что у вас в нем потребность. У вас в нем потребность. Я верю в то, что у вас в нем потребность, но это не отменяет того факта, что ваши отношения деструктивны. И это не отменяет того факта, что, значит, как бы оправдываясь неприятностями, да, оправдываясь тем, что у вас вот неприятности, вы не желаете налаживать свою жизнь самостоятельно, предпочитая как бы прятаться за мужчину, за его спину и так далее. Что еще раз повторю, не является чем-то хорошим для вас, чем-то адекватным для вас, чем-то правильным для вас и так далее. Ну, просто потому, что это ведет вас в никуда. Это ведет вас в никуда. Это ведет вас в пучину зависимости. Понимаете? От человека. Ну, так что здесь вам нужно обратить все-таки дело в свои руки и уже самостоятельно, значит, решать свои проблемы и выстраивать отношения с людьми, да, вот, ну, с мужчинами, например, исключительно только с позиции равноправия, с позиции непринужденности и с позиции сил. Для этого, конечно, нужна вера в себя, нужна самооценка, да, нужна уверенность в себе, вот, нужны личные границы, с которыми у вас серьезные большие проблемы, ну, вот. И со всем этим вам можно и нужно помочь. Со всем этим мы вам можем помочь, если вы, конечно, это позволите нам. Ну, то есть, если вы разрешите вам помочь, да, то мы это сделаем. Мы это сделаем, и вам будет легче, вам будет проще, вам будет куда-куда более комфортно, вот, потому что вы не будете настолько сильно зависеть от человека, вы не будете настолько сильно от него, ну, от него зависеть, да, и в нем нуждаться. Ну, это работа, это работа анонима, вот, вот, примерно так можно вам ответить на ваши вопросы, которые вы задаете, примерно так можно ответить вам на них, вот. На этом все, в принципе, добавить мне больше, больше, наверное, нечего, вот, вроде бы все разобрал, да, то есть, ну, наверное, остался только один момент, да, как вы относитесь к проблемам, из-за которых вы ругались, да, вот так вот, то есть, когда вы ругались, когда вы ругались, именно когда ругались, вот, и, как говорите, вы мирились, то, как это происходило, то есть, были ли приняты какие-то решения, принимались ли, а, значит, принимались ли какие-то решения вами, вот, понимаете, то есть, были ли вы, ну, были ли выработаны какие-то решения, да, как, какая-то корректировка вашего, ваших отношений, или что-то типа того, вот, понимаете, если нет, то смысл в том, что вы мирились, смысл в этом, тогда, вот, так что я думаю, что вот примерно так можно вам ответить на ваши вопросы, как вообще вот выстраивать отношения к села, мне кажется, что основная ваша проблема заключается в перекладывании ответственности за проблемы на других людей, и, как результат, да, нежелание решать свои собственные проблемы, да, ну, использование, пускай и несознательное использование, да, но, тем не менее, использование других людей для этих целей, вот, что и обуславливает вашу зависимость от них, и, соответственно, мне кажется, мне кажется, вам нужно в этом направлении двигаться, вот, понимаете, вам нужно в этом направлении двигаться. Вопрос заключается в том, хотите ли вы это, понимаете, то есть, на данный момент, на данный момент, ваш вопрос, ваш запрос, он, ну, если не сказать тупиковый, да, то достаточно деструктивный, деструктивный, вот, знаете, то есть, я могу предположить, я могу предположить, что вы по жизни сильный человек, а я могу предположить, что всегда и совсем вы справлялись сам, но, даже если так, даже если так, даже если вы справлялись со всеми проблемами, проблемами сами, даже если вы справлялись со всеми проблемами, то либо вы были на чем-то излишне сфокусированы, что привело к тому, что у вас стоило этому разручиться, и все, вы потеряли смысл жизни, да, у вас тут начались сложности, вот, значит, ну, сложности, я имею ввиду, начались у вас, именно, с состоянием вашим психическим, вот, и так далее, то есть, понимаете, а даже если вы были сильные, даже если вы самостоятельно со всем справлялись, то есть, я думаю, я думаю, я думаю, что у вас уже была заложена вот эта вот склонность к тому, чтобы подчиняться, или чтобы искать кого-то, на кого вы могли бы положиться вот так, потому что, да, там факт того, что при наличии депрессивного состояния вы не обратились там, специалистам, а просто верили себя другому человеку, это о чем-то говорит, вот, ну, и само депрессивное состояние, оно точно просто так не возникает. Как правило, как правило, данные явления проявляют себя в том случае, когда в семье, в семье, ребенку не позволили быть свободным, когда в семье одобрялась определенная модель поведения, ну, как правило, модель поведения послушания, правильности, рельсовости, да, то есть, невозможность, ну, невозможность отступить шаг в сторону, шаг, ну, шаг лево, шаг право, да, да, негативно воспринималось, вот, и, соответственно, поощрялось послушание и гиперответственность, вот. Вот это все, да, то есть, это все перекосы, перегибы, их нужно корректировать и освобождать вашу собственную энергию, вашу собственную силу, и тогда вы увидите свою собственную ценность, у вас повысится самооценка и вы сможете двигаться по жизни дальше, но свободно, вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.